По поводу результата, довольна для такой погоды и для состояния здоровья? Ну, честно, я недовольна. У меня в голове были абсолютно все другие цифры. Но, к сожалению, весь сезон я находилась на грани. У меня были травмы, и по сей день я боролась со своими полячиками. Но это не самый худший результат, я считаю. И это, наверное, на 3 с плюсом, ну, не на 5. Катя, что тебя вообще заставляет выступать сейчас? У тебя вот эта травма, у тебя нет норматива, и ты понимал, что тебе... Ой, не норматива, а допуска, господи. Ты понимал, что тебе его не дадут, но ты все равно приезжаешь, выигрываешь, все равно не оставляешь никакому шансов. Как ты вообще двигаешься? Просто когда ты посвятил себя легкой лезвии, и тебе очень сложно туда пойти в другое направление. И, конечно же, у меня просто подрастает ребенок. Мне хочется, чтобы она сейчас, моим примером, видела маму в телевизоре, и пересчинила телевизору. И вот это, наверное, по-другому, очень ничего. Ну, хватит, куда-то по телевизору не показываешь. Она смотрит на ютуб. Ютуб? Да. Хороша. Вообще, что сезон дальше, как закончили, или еще будет? Я, наверное, думаю, что я закончу сезон. Просто это был главный старт. Я вообще не знаю, но всего у меня два. Но и один я не знаю, так как это было в Террии, это было шоу. И там будет вероятный день, что просто старт. Это, ну, я не знаю, это было просто на высшем уровне. Вот, я посмотрела, не помню. Я так и считаю, что у меня два старта. Но что за два старта ты можешь сделать? Наши-то нечего, как бы. Ну, и смысл. Просто, как бы, если только показать там результат чуть выше. Но, я не знаю, я, наверное, поберегу себя. Мне уже за 30. Поэтому я уже женщина больная старая. Но в этот, как бы сказать, промежуток времени, до зимнего сезона, следующего, что-то будете искать? Может быть, чем все-таки дальше заниматься? Или какие-то другие мысли есть? Вы знаете, я уже второй год как практикую, тренирую. Иногда. Ты совмещаешь? Ну, когда я приезжаю в Хабаровск, у меня есть возможность, так скажем, тренировать саму себя, тренировать еще кого-то, помогать, быть консультантом. И мне это очень нравится. И привет, Хабаровск! Сколько стоит персональная тренировка у Екатерины Коневой? Сколько, абсолютно. И мне просто в кайф заниматься этим делом. Просто отручение. Катли, как ты? У нее есть уже? У нее есть уже? Ну, да, есть она. Да, в Хабаровске есть девочка. И я прям очень кайфую от нее, что она такая перспективная. И из нее может что-то получиться. Может быть. И я ее возьму в оборот. Вы сами прыгать все-таки будете? Ну, я же ее тренировала, она в них тренировала и сама тренировалась. Поэтому, почему нет? Пока есть возможность, есть. И в горах, как бы, не хочется просто взять и уйти. У нас люди вон, Ксения, Забара, Безидия прыгает. Чичерова, они 38 лет. И это не дает ей взять, собрать и уйти. Я считаю, что это люди великие. В 38 лет прыгать на таком уровне, это просто феноменально. К сожалению, их очень быстро забывают. Да, к сожалению. Катя, ты как человек, который всю жизнь в легкой атлетике, который не боится говорить правду. Слушай, вот эта десятка, это реально мясо сборное? Ты ощущаешь, что там идет какая-то борьба, грязня? Потому что все говорят, но как вот это изнутри выглядит? Ты видишь, что какие-то стрелы мечутся, и что люди уже понимают... Знаешь, у нас собралась, так скажем, такая элита. И эта элита 10 человек. Я не буду называть фамилии. Меня просто это гнетет, меня это бьет изнутри все. И мне очень обидно, что как бы есть еще другие спортсмены. Почему они забывают и как бы они туда не вхожат. Вот это вопрос большой. Это все как бы это вопрос и все к руководству нашему федерации, почему все происходит именно таким образом. Я просто предложила, если у вас поедет десятка, для остальных что делать в Олимпийский игрок? Создавайте для нас, как для спортсменов, альтернативные игры. Да, чтобы они приравнивались к Олимпийским играм. Учите спонсоров. Это не так сложно найти. Миллионы же футболистов выплачивают. Вы что, не можете кусочек чего-то взять и просто подарить людям надежду, праздник, но вы, к сожалению, это не делаете. Почему? Вопрос. Остальные, как у вас есть в Легко-Трете только 10 человек, но проводите для этих 10 человек соревнования. Зачем вы устраиваете шоу из всех спортсменов? Кто для вас вешки в этой игре? Вопрос. Поэтому, если у нас не рим, с этим 10 группы с спортсменами, окей. Большая часть спортсменов с этим. Ну, а на что это может вылиться? Ну, допустим, недовольные спортсмены. Люди недовольны. Они просто, понимаешь, к любому подойди, они будут все недовольны. И у всех будет знак вопроса. Просто некоторые боятся подойти, да, и сказать, задать вопрос. А я подходила. Даже на данный момент, когда приезжал мотыльца, да, правильно? Мотыльца. Мотыльца, я извиняюсь. Было собрание, да, как бы. Ждем, ждем, конечно. Туда пошли избранные. У меня был ряд вопросов, которые я могла бы задать. От всех спортсменов, так скажем. Кто мне десятки? Кто мне десятки? Ущербные. Я не знаю, ну как по-другому это назвать? Меня туда, к сожалению, не позвали. Ну, окей, ладно, хорошо. Я, значит, буду это как бы через вас может быть задавать какие-то вопросы. Ну, как бы посыл какой-то, если вы их не зададете. Для вас мы, получается, что ничто, никто. Зачем вы тогда вообще проводите соревнования для действительно человека и просто будет по кайфу. Меньше затрат будет. Ну, как бы, как говорят, правда? Ну да. А почему я реально не понимаю? Почти все спортсмены боятся что-то говорить. То есть, ну реально вот не осталось уже ничего. Ни стартов, ни денег. Ну, ну просто пустота. И вот все без диктофона, типа да, да, вот как ты говорят, под камер, ну буквально несколько человек, вот включая тебя. Чего боятся люди? Боятся, наверное, потерять зарплату. Наверное, может быть это. Боятся, что главные тренеры, может быть как-то в диктофильм. Это за мудрый гайки. Я не знаю почему. Ну, как бы, я говорю за себя и мне обидно за себя в первую очередь. Просто обидно. И за многих других спортсменов. Почему именно так происходит? Мы, что, просто здесь, как человечки, мы, я не знаю, конфликтуру. А ты не боишься за зарплату? Слушайте, ну на каком основании меня могут уходить? За то, что я сказала, я, что я сказала? Я сказала правду, я понимаю, что правда никому не нравится. Ну, как бы согласитесь, будем объективны, что подойти в лоб, задать вопрос и что? А ты на него не ответишь. А мне что делать? С этим знаком вопросом идти дальше? Ну, почему вы не можете сказать людям напрямую? Вот есть здесь человек, остальным что делать? Нам что делать? Заканчивать сезон на чемпионате России в июне? Ну, как бы это же смешно, ребят. Мы уже, блин-то там, полная, не знаю, одни вольстарты. В шесте яму там что-то отодлинули. Блин, люди, которые всего на вольстарте что-то делают. Я не знаю, это правда. Мне обидно за ребят, которые не едут. Я обидно, что у нас все как-то здесь все не проходит. И мне не видно. Мне, мне, до глубины души мне просто обидно до слез. Я просто сейчас держусь, как бы, ну, я приду там где-то домой, побачу, там где-то дома собуду, это будет во мне. И я иду по поводу того, что я говорю о том, что я сказала. Я ничего плохого не сказала. Абсолютно ничего. Боятся мне за зарплату. Ну, увольняйте меня. Ищите лучше. Ну, как бы, все. Не, ну, еще один момент буквально прояснить. У тебя же претензии не к вот этим 10 спортсменам, да? Так и при том, что спортсмены. Конечно, нет. У нас просто в стране как бы согласились с этими, с этой десяткой. Вы страна, вы Россия. В первую очередь. И вы соглашаетесь с этим? Ну, как бы, для меня это вообще просто... У меня нет слов просто. Вот реально у меня нет слов, что у нас великая, огромная, просто, могучая страна. И мы как эти... Мы всем помогаем, кроме своих. Ну, окей, пусть будет так. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ